Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня с нами. И можно ли вас обнять, как великую женщину? Объятия с великой спортсменкой Еленой Вяльбе состоялись. Вместе с юными тюменскими лыжниками легендарная олимпийская чемпионка посмотрела фильм о себе «Белый снег». В основе сюжета личная и спортивная история. С детства и до культовой победы на чемпионате мира в 97-м, когда Вяльбе взяла пять золотых медалей из пяти возможных. Мне очень нужно помочь команде. Против тебя, Аня, если вы любите бендаю. Показ проходил в кинотеатре Киномакс. Именно здесь, кстати, месяц назад и состоялась премьера. Причем тюменцы увидели фильм на четыре дня раньше, чем остальные зрители. Я скажу, что общее количество зрителей по России составило 212 тысяч человек, кто посмотрел этот фильм. Много показов, на самом деле, в Тюмени, вот точно он был востребован. Это видно по рейтингу фильма, это видно было по спросу, и сколько мы количества сеансов тоже ставили в день. Поэтому, вообще, он так вот правильно пишет на реальных событиях, мы действительно сопоставили факты. Он очень реалистичен. Елена Вяльбе приехала в Тюмень на чемпионат России по лыжным гонкам. Она президент федерации. И решила, что хочет встретиться с будущими чемпионами не только в жемчужине Сибири, но и в неформальной обстановке. Меня уже, мне кажется, вообще должны были забыть давным-давно. Но, оказывается, люди все-таки помнят. И мне приятно, что и дети тоже берут автограф, фотографируются. Мне кажется, и для них это тоже... Ну, я сравниваю просто сразу, если детей, то есть себя в детстве, когда я увидела первый раз Раису Петровну Сметанину, Галину Алексеевну Кулакову. Я там, я не знаю, мне кажется, я не спала несколько дней. Это был такой восторг. И у ребят эмоций не меньше. Мы спортсмены, мы Изи Шор 2. И для нас Вяльбе для особый кумир, который мы восхищаемся и берем в пример. Это просто как-то неожиданно, нереально, когда перед тобой стоит такой для тебя значенный человек. Фильм «Белый снег», как признается Елена, сняли по большей части для таких детей, чтобы вдохновить их на победы и доказать, что все возможно. Причем не только в спорте. Главное – верить и мечтать.